Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас на разборе у нас супермама Лилия, которая воспитывает сыночка Мулата, Мартина. И я бы даже сказала, что она не супермама, а супербудущая свекровь. Только не в позитивном ключе. Она поздняя мама, ей сейчас 46, Мартину всего 7. Она родила от иностранца. У них отношения не сложились. Она понимала, что она будет воспитывать сама. Она сама и воспитывает. Как по выпуску, то мужчина ей не нужен. Ей подбирали мужчин сайтов знакомств. И молодых, и постарше. Она всех критикует, и зажиточных. Ей никто не понравился. Ей комфортно так, как есть. Она живет с Мартином, и она его никуда не отпустит. Мне кажется, она даже не позволит ему жениться. Потому что она его воспитывает реально, как для себя. Начнем с косяков. Она с ним до сих пор спит рядом. Слава Богу, в разных кроватях. Он не держится за ручку. Вообще, ребенок должен спать отдельно, тем более в 7-летнем возрасте. Но ситуация классически типичная. Я столько знаю случаев, когда мама спит с сыном даже до 14 лет. Когда мама спит со своими детьми, а потом она с мужем разводится. Потому что мужу в этой компании места нет. И даже если это были дочки, все равно это привело к разводу. Сколько я знаю случаев, когда два брата спят вместе, уже там им за 25, а они на одной кровати до сих пор спят. Это настолько типично, но это настолько больно, когда мужчине 30 лет, а его мама за ним бежит, как в кинокомедиях. А это же реальные случаи. Даже в аферистах в сети, сколько таких было показано на этих смешных свиданиях. Она очень его любит. Она неплохая мама. Это все из-за любви. Просто надо учиться быть одной, потому что Мартин вырастет, ему надо будет строить свою семью. Нужно учиться отпускать. Это горький опыт. Но он должен быть. Поэтому нужно строить свою личную жизнь. Не всегда это хочется. Бывают такие периоды, когда действительно не хочется мужчины рядом. Но такие психологические браки между родителями и детьми, когда одинокая дочь живет с вдовцом, отцом, и она не хочет замуж. Ей так комфортно. Или наоборот, когда мама уже одинокая, живет со своим сыном. Ему там за 30, иногда даже за 40. А он все равно не хочет жениться, потому что ему и так хорошо. С этим надо что-то делать, а именно выходить, разрывать эту пуповину. И идти вперед, потому что родители не вечны. Всегда между выбором свекрови и невестки нужно выбирать невестку, потому что родители не вечны. И тебе придется учиться жить без них. И пока они молоды еще, пока они еще немощные, нужно отходить от них.